всем привет мои хорошие с вами Кемили и сегодня я снимаю для вас видео фастфуд против домашней еды раньше у нас с вами такое сочетание было и вам оно очень нравилось поэтому я решила продолжить у нас здесь с вами остались 2 бедрышка 2 куриных яйца помидорки баклажаны здесь у нас болгарский перец вот так вот обжарила с обеих сторон и немножко совсем осталось арбуза я обожаю летом в жару арбуз но к сожалению много его не осталось холодная вода моя любимая еда теперь это вода я бы хотела с вами сразу поделиться радостной новостью я разбогатела и причем очень сильно очень резко моментально как вы видите это просто олигархия как вам ребята пишите в комментариях похоже я на олигарха на очень богатого человека на очень влиятельного хотела бы вас всех поздравить с праздником курбан байрам деньги любовь все остальное не важно когда у тебя нету должного здоровья прежде всего я желаю вам здоровья крепкого вам и вашим близким все остальное будет главное здоровья и мы понимаем что самое главное это здоровье только в тот момент когда у нас начинает что-то болеть мы начинаем понимает что самое-то главное было здоровье поэтому берегите себя вовремя ходите по врачам денег все равно всегда будет мало я решила ответить на пару вопросов из комментариев очень часто вижу комментарии по типу того что почему мама едет в деревню постоянно что же такого важного в деревне что она обязательно должна туда ехать у нас есть участки и там посажены деревья в дальнейшем мой папа собирается заниматься земледелием и за этим деревьями нужен уход ты конечно можешь отправить деньги и попросить своего соседа например сделать себе все все что нужно но но к сожалению в наши времена нужно самому убедиться в том что работа проделана не раз просто было такое что например участок например участок мы даем деньги чтобы этот участок полили причем не маленькие деньги в результате сосед тебе говорит да я полил а на самом деле вообще нет и как ты можешь проверить действительно ли он полил или нет участок большой огромный по видеосвязи попросить его ходить и показывать каждое дерево но это не серьезно надо быть там и контролировать это все поэтому кто-то должен поехать мы берем разрешение у соответствующих органов чтобы мама могла поехать туда объясняем ситуацию что мы живем здесь а участки у нас там за ними нужно ухаживать вот такие вот злари петта очень вкусно что касается следующего вопроса часто меня спрашивают в комментариях что Айка ты подписана на Ирину из тиктока Иришка неужели тебе реально нравится ее творчество одна девочка написала она же пердит и рыгает во время видео ну как вам сказать да я считаю что это без культуры то что она рыгает и все дела но мне нравится что она очень простая я люблю простых людей она показывает свою жизнь без прибамбасов она не пытается быть какой-то крутой не пытается показать свою жизнь лучше чем она есть она спокойно показывает вещи которые она купила не знаю за 200-300 рублей показывает палетку которую она купила от Руби Роуз и в нынешнее время мне кажется вот эта простота она очень сильно подкупает у нее трое детей и вы заметили каждый раз когда она идет в магазин или куда-то она обязательно покупает игрушки покупает какие-то нужные вещи сладости детям то есть она живет не только ради себя но она действительно хорошо ухаживает за своими детьми поэтому я не вижу ничего постыдного быть на нее подписаны но в тиктоке много на кого подписано но я всегда смотрю видео из рекомендаций а не из подписок а еще я всегда делаю так чтобы мне не выходили видео пользователи которые специально обманывают то есть они например говорят что сейчас мы посмотрим что же внутри этой баночки например и целый час она крутит не может открыть баночку и получается что ты досмотрел видео до конца она получила свои просмотры а ты просто обманутый зритель я просто беру и делаю так что не показывает видео этого пользователя больше всего меня бесит этот обман я лайкаю ее видео подписалась на нее она как-то мне вышла в рекомендациях и сначала я ужаснулась ее макияжем ее бровями но потом внутри этого всего я разглядела просто хорошего человека любящую маму и мне честно настолько поднадоел образ этих инстаграм моделей у которых знаете яхты у которых постоянно перелеты на частных самолетах просто хочется видеть реальную жизнь обычной среднестатистической семьи а не вот эта вот показуха поэтому у нее так много подписчиков у нее 500 тысяч по-моему оказывается не мне одно это интересно раньше мне кажется всем так интересно было смотреть на людей у которых например супер дорогие автомобили супер дорогие классные дома а сейчас люди ищут блогеров более приземленных таких же как они подростки смотрят каких-то подростков дети смотрят детей каждый ищет блогера похожего на себя вот я например смотрю на иришку и думаю какой жизнерадостный человек радуется каждой мелочи купила палетку от Ruby Rose сидит радуется красится вот так и надо есть люди у которых есть все и они вечно недовольны вечно их что-то не устраивает поверьте мне сколько бы мы не старались сколько бы всего бы мы не накупили сколько бы у нас не было денег всегда всегда будут люди которые лучше богаче нас поэтому это какой-то замкнутый круг и стоит радоваться просто мелочам которые есть у вас и понимать что жизнь прекрасна на этой позитивной ноте я предлагаю закончить спасибо что досмотрели это видео до конца я вас всех очень сильно люблю обязательно переходите на мой тикток и подписывайтесь всем пока